Третья тема лекции. Источники и историографии средневековой истории Казахстана по курсу источниковедения и историографии истории Казахстана. План лекции. Первый вопрос. Источники средневековой истории Казахстана. И второй вопрос. Историография средневековой истории Казахстана. Цель данной лекции рассмотреть источники по изучению средневековой истории Казахстана и провести историографический обзор, обзор исследований ученых по изучению истории Казахстана в средние века. Прежде чем мы рассмотрим источниковую базу по изучению истории Казахстана в средневековом периоде, вначале мы должны дать хронологические рамки данного периода. История средневекового Казахстана охватывает период с 6 века нашей эры до 17 века. В это время на территории Казахстана и сопротивленных территориях образовались государства Тюркский Каганат, Западно-Тюркский Каганат, Тюргешский Каганат, Карлукское и развитое Краханистское государство, государство Кипчатов, государство Найманов и Кириитов. Образовались Золотая Орда, Большая Орда, Ахорда, Магулистан. И важным историческим событием того времени, конечно, было образование казахского ханства. Основными источниками по истории средневекового периода является сочинение, написанное на персидском, турском языках в Средней Азии и сопредельных с нею странами. История Дешт-Кипчака, Семеречья, Мавиранахра, Восточного Туркестана и других соседних регионов, тесно связанных между собой, это история важных социальных явлений, которые были обусловлены внутренними и внешними факторами экономического развития. При изучении средневековых тюркоязычных источников необходимо учитывать следующие факторы. Первый. Хронологический фактор. По первому фактору все средневековые источники можно разделить на древнетюрские памятники, написанные в период с 5 по 10 век, старотюрские памятники, написанные в 11-16 веках, новотюрские памятники, которые написаны в 17-18 веках. Следующий. Географический фактор. Учитывается регион, написание и территориальная принадлежность. Согласно данному фактору, письменные источники делятся на следующие группы. Первое. Документы Восточного Туркестана, написанные в большей части в городах Баласабу и Кашгар. Второе. Документы Западного Туркестана, которые условно делятся еще на три подгруппы. Первая подгруппа. Источники написаны в пресердоринских городах Сайран, Сыднак, Отрар и Сауран. Вторая подгруппа. Источники, созданные в крупных культурно-торговых центрах Самарканд, Есы, Исфиджаб и другие. И третья подгруппа. Отдельно выделяются харизмийские источники, созданные в городах Ургеч, Бухара и Ферганан. Третья. Письменные источники Золотой Орды издавались в основном в городах Сарай-Бату, Сарай-Берке, в крупных средневековых городах Ах-Орды и Куб-Орды. И четвертая группа источников, согласно географическому фактору, это источники, созданные в Египте и Персии, особенно в городах Багдад и Каир. Пятая группа. Крымские источники, написанные большей частью в городах Судак, Салхат, Кафа и Тана. И письменные источники или памятники городов Западной Украины были созданы в Галиции, Подолье, Львове, Каменьце. Следующий этногенетический фактор. По этногенетическому фактору выделяются памятники, написанные на языке тюркских народов Караханинского государства, представителями племен Карлуков, Шевелл и Ягма. Второе. Это среднеазиатские источники, написанные выходцами агузских и кипчакских племен на тюркских языках. И третье. Золотоордынские источники, написанные большей частью на кипчакском языке и тюркском языке в Каменьце-Подольске, который являлась армянской колонией. И четвертая группа. Источники написаны на чагатайском языке кочевых народов Средней Азии в 15-16 веках. Рассмотрим краткую историографию средневековой истории Казахстана. Особое место в познании истории Казахстана занимает первый тюркский летописец, автор знаменитых надписей в честь Бельгия Кагана и Культигина и Олак Телин. Восьмой век. Сведения о средневековом Казахстане содержатся в трудах арабского историка Игна Аль-Пакиха начала X века, путешественников Плана Карпини, Гильома Рубрука, Марка Пола, посетивших территорию Казахстана в XIII веке. Так, например, итальянец Плана Карпини, основатель монашеского ордена францисканцев, по заданию Папы Римского в апреле 1245 года отправился из Лиона в Ставку Бату на Волгу в Сарай Бату. После пребывания в Ставке Бату Плана Карпини посетил Центральную Монголию, проехал через Семьречи, Тарбагатай и в ноябре 1246 года отправился назад. Гильом Рубрук, монах ордена миноритов, после того, как в 1248 году в результате похода против мусульман Крестановцы потерпели поражение, по заданию французского короля Людовика IX в 1253 году в мае он выезжает из Константинополя в Крым, затем на Волгу в Ставку Бату. Наиболее полные сведения о важнейшем периоде истории Казахстана, истории образования казахского ханства, представлены в работе Мухаммеда Хайдара Дулати, Тарихи Рашиди, записках бухарского гостя Ивна Рузбихана XVI век, сборники летописи Хадаргали Ралаири начала XVII века. Важные для изучения истории факты содержат записи английского путешественника Дженкинсона, который посетил Казахстан в XVI веке. Дженкинсон в 1558-1560 годах в целях открытия торгового пути для английской компании побывал в Казахстане. Но он был не только путешественником, но и предпринимателем, поэтому его заметки касались также вопросов экономической и хозяйственной жизни. Геродотом казахского народа назвал Чухан Валиханов Левшином, автора описаний киргиз-казачьих или киргиз-кайсадских орб и степей. Многие узловые вопросы истории были освещены в трудах известных ученых-востоковедов-академиков Вилиамина Зернова, в его работе «Исторические сведения о киргиз-кайсаках», в работах крупнейшего востоковеда Бартальда, «Туркестан в эпоху монгольского нашествия», «Очерк истории Семеречия», «Улубек и его время» и целый ряд других работ, которые являются на данный момент классикой мирового востоковедения. Богатое научное наследие, в частности по источниковедению, по этногенезу казахов и других тюркских народов, оставил известный этнограф, ученый, просветитель Чухан Валиханов. Это его работы «Облай», «Киргизское родословие», «О состоянии Алшара», «О мусульманской степи» и многие-многие другие работы. Представители казахской интеллигенты тоже посвящали работы изучению истории Казахстана в древнейших времен Средневековья. В 1911 году в Оренбурге была опубликована работа Шакарима Кудайбердула «Чижире. Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династий». Ряд трудов по истории казахского народа принадлежат знатоку, одному из ярких представителей той когорты, Мухаммеджану Таншпаеву. Они вошли в сборник материала по истории киргиз-казахского народа, который был издан в 1925 году. Другой дискуссионный вопрос в историографии Средневековья Казахстана, происхождении династий казахских ханов, также привлек внимание Вяткина в его многотонном изданном труде «История Казахства СССР». В 1950 году в издательство Академии наук СССР вышло исследование крупнейших советских историков Грекова и Востоковеда Якубовского «Золотая Орда и ее падение», где затрагивается различный спектр проблем истории Центральной и Средней Азии в XIII-XV веках. В научных статьях известного казахстанского исследователя Исина нашли отражение ряд проблем истории Восточной Надежды Кипчака в XIII-XV веках. Впервые казахстанской историографии дана цельная трактовка политической истории Акорды, Кокорды в понимании данного автора, с момента образования до начала распада. Другой автор Кумека в своей работе «Арабские персидские источники по истории Кипчаков» в XVIII-XV веках, вышедший в Алма-Ате в 1987 году, рассматривает историю кипчакских племен сквозь призму и анализ арабских нарративных документов. Известный казахстанский академик Монаш Кузбаев в своей работе «Вопросы историографии и источниковедения Казахстана до революционного периода», опубликованный в 1988 году в Алма-Ате, освещает проблемы истории изучения Казахстана до революционного периода, социально-экономические отношения, культурно-этнические процессы и другие. Особое внимание уделено исследованию некоторых комплексов исторических источников в XV-XV-XV веках. К данной категории исследователей следует отнести работу Ермуханова «Казахстан. Прошлое и настоящее», которое было издано в Алма-Ате в 2002 году. Данная работа содержит разнообразные письменные источники по истории Казахстана. Работа об усеитовой истории Казахстана персидских источниках в пяти томах была издана в 2005 году в Алма-Ате. Каждый том представлен уникальными сведениями об истории Казахстана на основе изучения различных источников. В 2006 году в Алма-Ате издаются труды видного ученого и путешественника XIX века Потанина. Скрупулезно собранный им историко-этнографический материал дает читателю полную картину быта и обычаев племен и народов Центральной Азии. В 2005 году выходит исследование Сужикова «История Казахстана в западных источниках в XII-X веках в десяти томах». В книге на основе объемного материала дается подробнейшее описание жизни Великой Степи с периода античных времен по XVIII век. Повествование основано на исторических исследованиях автора с привлечением большого количества источников европейской, китайской, персидской и других культур. Вопросы для закрепления темы. Первый вопрос. Назовите источники по средневековой истории Казахстана. Второй вопрос. Выделите типы источников по средневековой истории Казахстана. Когда будете давать классификацию типов источников, нужно определить основные факторы, которые лежат в основе классификации. Это хронологический фактор, географический фактор и этногенетический фактор. А затем выделить группы и подгруппы источников. Третье. Назовите работу ученых-историков по средневековой истории Казахстана. Можете разделить по периодам. Дореволюционный период, советский период, современный период, историография. Четвертый вопрос. Какие источники являются наиболее важными при изучении средневековой истории Казахстана?